Сказки о Фазиленде. Книга четвертая. Космические путешествия на летающей тарелке и похищения инопланетянами. Автор текста Михаил Радуга. Озвучил Илья Кнаббенгов. Как приятно быть в чем-то лучше остальных. Путешествия в Фазиленде дали хорошему мальчику Фазе именно такое чувство. Ведь мало кто другой мог похвастаться такими приключениями. Мама, твоя овсяная каша почти вкуснее, чем в Фазиленде. Как-то заявил Фазе во время завтрака. Уж очень ему всегда хотелось поговорить о своих ночных путешествиях. Опять ты про свои сны. Это не сон. Фазиленд существует. И я там делаю, что хочу. Никакого Фазиленда не бывает. Ты лучше доедай быстрее, да в комнате своей прибери. Проблема заключалась в том, что далеко не все верили Фазе или не понимали его. Это касалось не только его мамы, но и самого близкого друга Оби. Именно с ним приключилась крайне загадочная история. Как-то Оби лег спать, посмотрев мультик про путешествия в космосе. Нежданно-негаданно прямо посреди ночи он проснулся и увидел страшную картину. В его комнате было два зеленых, одноглазых и одноруких инопланетянина с большими головами. О-о-о-ох! Пугали они. Не трогайте меня! Закричал Оби и хотел было ударить инопланетянина, чтобы был побольше. Но почувствовал, что его руки и ноги прочно опутаны веревками. Вдруг из летающей тарелки, что висела в воздухе напротив окна, появился яркий луч света. Он подхватил испуганного Оби и потащил его внутрь судна. Всю ночь зеленые инопланетяне продержали Оби у себя. Они до слез мучили его щекоткой, щипали и корчили такие страшные рожи, какие только можно представить. На следующий день все ребята из ближайших дворов с открытыми ртами слушали историю Оби. Кто-то жалел его, а кто-то только смеялся, как спар. Ха-ха-ха! Ну ты и врун! Честно! Ха-ха! Как дам тебе пинка! Начал было задираться спар, но его остановила Астра. Как тебе не стыдно младших ребят обижать? Ты видишь, как он напуган? Ну и играй с этими дурачками! Спар толкнул Астру в сторону Фази. А я пойду запускать свой новый вертолет. Услышав о вертолете, почти все малыши забыли про инопланетян и радостно побежали за спаром. Остались только Фази, Астра и Оби. Они были твердо настроены разобраться в этой загадочной истории с инопланетянами. Не могло же это случиться просто так. Оби вспомнил, что точно такие же истории показывали в мультике про космос. Астре удалось припомнить, как она сама однажды видела привидения среди ночи. Что-то все это очень подозрительно, задумался Фази. Ничего удивительного, как всегда деловито возражала Астра. В мире много чего страшного. Инопланетяне, вампиры, новоборотни, привидения. Я по телевизору видела. Я тоже по телевизору видел, закивал Оби. Но тут Фази осенила мысль. Это же все происходит ночью. Может, ты просто нечаянно попал в Фазиленд, но не понял этого? Не происки ли это дракона Фава? Астра и Оби были уверены, что Фазиленд тут ни при чем. Несмотря на это, Фази решил проверить свою мысль и доказать друзьям, что он прав. А они нет. Первую ночь Фази два раза оказывался в Фазиленде. Но каждый раз его отвлекал Людор. И он забывал о своем плане. Вместо этого они летали по разным уголкам Фазиленда, пробовали везде местное мороженое и забавлялись на самых захватывающих аттракционах. Только однажды Фази вспомнил пролетающую тарелку. «Людор, как мне найти инопланетян?» «Можешь слетать к ним в космос!» Облизывая шоколадное мороженое, объяснил дракончик. «Или представить их за любой дверью Фазиленда, и они там появятся!» Поскольку злой дракон Фав еще не выбрался из-под горы, Людор мог не бояться его гнева и спокойно помогать Фази. Фази хотел сразу полететь к инопланетянам и разобраться с ними. Но, пока доедал свое клубничное мороженое, уснул. На следующий день Фази решил поймать волшебную минуту пробуждения после дневного сна. Проснувшись, он представил инопланетян, но ничего не вышло. Тогда он попробовал встать, не напрягая мышц. И у него получилось оказаться в своей комнате в Фазиленде. Открыв дверь, Фази увидел за ней кабину летающей тарелки. Он сел за штурвал и помчался со скоростью света, пролетая меж звезд и планет. «Кто здесь?» Вдруг послышалось сзади, когда тарелка едва не врезалась в комету. «Это не вы похищали моего друга Оби?» Спросил Фази сонного голубого инопланетяна с тремя глазами и руками. Но оказалось, что это добрые и веселые инопланетяне. Они даже разрешили Фази еще немного полетать на их космическом корабле. Следующей же ночью Фази проснулся и еще даже не успел попробовать попасть в Фазиленд, как увидел двух настоящих инопланетян в своей комнате. Инопланетные существа были зеленого цвета, с одним глазом и с одной рукой. Как и Оби, Фази был связан и сильно напуган. Лучом света его затащили в тарелку за окном и стали стращать. «Ух, мы будем щекотать и щипать тебя всю ночь!» Сказал большой инопланетянин. «Запомнишь на всю жизнь!» Добавил другой, что поменьше. «Отпустите меня, пожалуйста! Я ничего вам не сделал! Зачем вы меня похищаете?» Вместо ответа злобные инопланетяне достали перышки и, злорадно хихикая, начали щекотать пятки Фази. Им явно нравилось мучить его. Они даже чавкали и похрюкивали от удовольствия. Фази было так щекотно, что он плакал и смеялся до колик в животе. «Вдруг, маленький инопланетянин, возьми да и скажи, ох и рад будет Фав!» За что тут же получил удар кулаком в свой единственный глаз от большого инопланетянина. «Фав?» – удивился Фази. «Тебе послышалось!» Продолжили водить перышком по пятке инопланетяне. Но Фази понял, что просто не заметил, как попал в Фазиленд при пробуждении. А если так, то он может всем управлять. И он силой мысли порвал веревки и хотел было уже побить инопланетян. Но те быстро улизнули в маленькие спасательные летающие тарелки и попытались улететь. Конечно, Фази догнал их и подбил лазерами, а потом еще долго путешествовал по космосу на их космическом корабле. На следующий день Фази доказывал друзьям, что был прав. «Я же говорил, что ты попал в Фазиленд!» «Это было по-настоящему!» – все равно не верил Оби. «Вот ведь пристал со своим Фазилендом!» – добавила Астра. Но Фази не уступал. «Все эти страшные ночные истории и чудеса людям подстраивают злой дракон Фав и его сотоварищи. Это не настоящие инопланетяне и привидения!» «Ну и дурак! Пойду лучше на вертолет посмотрю, а с тобой больше не хочу дружить!» Астра показала язык и оставила обескураженных друзей вдвоем. Фази еще был маленький мальчик и потому не знал, что девочки всегда так делают, когда они правы или им нечего ответить. Фази был растерян. Что делать дальше? Как вернуть дружбу Астры? Заключение от дяди Миши Дорогой друг, теперь ты понимаешь, что выиграв спор, можешь потерять друзей. Осторожней спорь с близкими тебе людьми, даже если точно знаешь, что прав. Благодаря этому приключению ты понял, откуда берутся страшные истории по ночам. И теперь ты знаешь, что бояться нечего. Это все Фази Лэн. Также тебе стало понятно, что туда можно попасть не только ночью, но и после дневного сна. А чтобы где-то оказаться или кого-то найти, достаточно представить это за ближайшей дверью. Фази и его друзей ждут новые приключения. А ты теперь сможешь сам порезвиться на космическом корабле, проносясь между ярких звезд в бесконечном космосе.